Продолжение следует... 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 Дефиниция, которая предполагает то, что человек есть невиновен до тех пор, пока не доказана его вина. В данном случае человек, который совершил любую покупку, обязан доказывать свою невиновность. То есть обязанность доказательства невиновности возлагается на самого человека. В нашем государстве с этого момента человек уже будет просто обязан доказывать то, что он невиновен. Дальнейшее трансформирование этой системы будет выходить уже далеко за пределы чисто финансов. Налоговый кодекс предусматривает, кстати, обязательность предъявления этого номера уже при любой сделке купли-продажи. Раньше этого не было, только при определенных видах сделки купли-продажи. Сейчас налоговый кодекс предусматривает, что при любой сделке купли-продажи обязательно предъявление номера. Более того, налоговый кодекс предусматривает также, что право собственности будет подтверждаться наличием номера. То есть, если право собственности не подтверждает, то право собственности должно быть подтверждено вот этим инвестиционным номером. Если у вас нет этого номера, значит, право собственности не единственное, то есть, его надо подтвердить, его наличие. Вот такие вот моменты, которые, в принципе, полностью изменяют просто обыкновенную жизнь человека, то есть, простой человек уже будет жить совсем по-другому. То есть то, что касается политиков и бизнесменов, это вообще отдельный номер, потому что, представляете, политик, который баллотируется в Раду, а мы взяли и за прошлые годы его все расходы опубликовали в прессе. И по идее объясни, почему ты пьешь коньяк за 150 гривен бутылкой или за 200, или еще дороже. Как ты будешь выборцам рассказывать, как ты будешь бороться за их права или что-то в этом будет. Это практически рычаг полного манипулирования человеком. Даже один только факт наличия официальной базы данных, а эта база данных будет официальной, она будет иметь статус официальной информации. Официальная, значит, я так понимаю, это определенный, ну это, дыматый силу юридичной доказовости. То есть эту базу данных можно будет использовать в следственных действиях и так далее. То есть в нее можно ссылаться, это официальная информация. То есть достаточно просто из пальца высосанную информацию, то есть любую слепишь, это ложь, стопроцентная ложь, и говоришь, вот хакерская атака, из базы данных нам удалось выводить следующую информацию, то, что скрывают от нас наши политики. Вот мы можем сказать, политик такой-то посещал бордели и поехали, да, хотя реально он этого не делал. Пойди и попробуй доказать, что ты этого не делал. Правда? Потому что база данных существует, существует. А если автор статьи правильно подойдет к вопросу и напишет, что она буду, потому что тщательно скрывается, то любое официальное заявление о том, что этого нет, она скажет, ну я же говорил, что скрывается, правильно? Вот оно и скрывается, то же самое вы видите, правильно? То есть уже сам факт ее существования, это рычаг давления. В первую очередь на политиков, вот, что самое страшное, потому что это уже и угроза нашему просто элементарному, как бы, суверенитету державы. То есть воистину уже будет все равно, кого выбирать. Джон, я уже столько о тебе знаю. Твой адрес в Бруклине, платежи по ипотеке, сколько времени ты служишь в полиции? А как там Холли? Ох, как жаль, вы развелись? Люси и малыш Джек переживали? Ох, как грустно. Я думал, после 30 лет службы пенсионные отчисления больше. Оу, стало еще хуже. Твои накопления исчезли. Ну вот что, я тебе все возмещу. Грохни мистера Феррелла и уезжай. А когда проедешь следующий квартал, все твои долги спишутся. А дети будут обеспечены до конца жизни. Перед экспертами был поставлен вопрос в экспертизе Санкт-Петербургской следующего характера. Какое соотношение между штрих-кодом в стандарте UAN13UPC и идентификационным кодом и начертанием антихриста из апокалипса Иоанна Богослова? Эксперт, исследовав этот вопрос, делает следующие выводы. Начертание антихриста из апокалипса Иоанна Богослова соответствует пяти критериям. Есть пять критерий, к которым оно соотносится. По этим критериям и штрих-код, и наш ИНН, который был в старом законодательстве, соответствует только трем из пяти. Три критерия совпадают. Два критерия не совпадают. Несовпадающие критерии следующие. Это нанесение непосредственно на объект учета. То есть у начертания антихриста непосредственное нанесение. Начертание на чело или на руку. Это непосредственное нанесение. Второе, всеобщности, всеми малыми, великими и так далее. А у нас в нашем законодательстве получается, что есть возможность отказаться, она была. Но, эксперт пишет, при дальнейшем развитии системы, которая сейчас начата, преодоление этих разбежностей неизбежно. То есть они будут преодолены. По-другому система развиваться не может. Она может только в этом направлении развиваться, по-другому никак. То есть практически штрих-код ИНН. А штрих-код ИНН, эксперты сказали, что они вообще идентичны. То есть они не то, что они вообще идентичны. По природе это одно и то же. И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их. И никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его. Его число — шестьсот шестьдесят шесть. Шесть, 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 шесть. Начертание зверя. Все, наверное, слышали об этом пророчестве, говорящем, что в последние дни никто не сможет ни покупать, ни продавать без дьявольской метки. В наши дни современная технология сделала возможным осуществление пророчества о безналичном обществе. Так, например, каждая вещь в этом магазине имеет штриховой код с личным номером. Этот штриховой код, известный как единая система кодирования продукции, имеет три непронумерованные отметки в начале, в середине и в конце, которые немного длиннее всех остальных. Все линии соответствуют различным цифрам. Обратите внимание вот на эту полоску. Она обозначает цифру шесть. Как видите, она такая же, как и три непронумерованные полоски, также соответствующие цифре шесть. Таким образом, каждый предмет со штриховым кодом фактически помечен числом 666. Система штрихового кодирования 666 является основой для других разработок и технологий, ведущих нас к единой мировой кредитной системе, описанной в 13 главе Откровения. Сегодня я могу заплатить за покупки в этом супермаркете несколькими способами. Наличными, выписав чек или с помощью моей кредитной карточки. Еще один способ, широко рекламируемый сегодня, это расчетные карточки. Кассир пропускает карточку через сканер, подключенный к вашему банку. Деньги автоматически снимаются с вашего счета и переводятся на счет магазина. Вся операция занимает считанные секунды. Расчетные карточки уже появились во многих странах мира и повсюду пользуются огромной популярностью. Кроме того, существует так называемая смарт-карт, содержащая компьютерную микросхему. Вы, вероятно, читали об этих чудесах электроники, которые не только дают доступ к вашему банковскому счету, но и содержат паспортные данные, медицинскую карту, водительское удостоверение, фотографии, социальные пособия и другую информацию. Они были опробованы в различных странах мира. Как видите, все ведет к тому, что наличные деньги очень скоро выйдут из употребления. И на то существует много убедительных причин. Неудивительно, что правительство многих стран с энтузиазмом выступает за безналичное общество. Но прежде чем вывести из употребления наличные деньги, чеки и кредитные карточки, Нужно создать надежную систему идентификации, гарантирующую, что человек, предъявляющий карточку, является ее владельцем. В мире уже были разработаны различные системы идентификации, которые, например, считывают отпечатки пальцев. Проблема лишь в том, что подобные устройства очень дорогостоящие. В безналичном обществе их нужно будет установить в каждом магазине и торговой точке. Тогда как подобные идентификационные аппараты стоят тысячи долларов, цена микросхем, помещенных в пластиковой карточке, составляет всего несколько долларов. Так почему бы не взять эту микросхему из карточки и не поместить ее под кожу? Вживленную под кожу микросхему можно считывать с помощью недорогого сканера. Так что теперь вы станете своей собственной смарт-карт. Это разрешит требующую огромных затрат проблему идентификации личности владельца карточки. По сообщению Департамента здоровья и соц. обеспечения США, в Вашингтоне и других экспериментальных городах уже полным ходом идет введение проекта микроидентификации. Крошечные компьютерные микросхемы, не больше булавочной головки и стоимостью несколько центов, вводятся под кожу на 6 мм. Они приводятся в действие с помощью ручного сканера и обеспечивают безошибочную идентификацию личности. Как видите, и технология, и общественное признание, необходимое для действия системы начертания зверя, стремительно развиваются. Уже сегодня мы постоянно слышим о новом мировом порядке. Эти назойливые лозунги незаметно остаются в сознании, тогда как мир движется к созданию международной финансовой и политической систем, безналичного общества, контролируемого компьютерной базой данных, покрывающей планету, следящей за каждым человеком. Где он пересек границу, когда он покупает или продает, точно так, как и было предсказано в 13 главе Откровения почти 2000 лет назад. То есть, что сказали эксперты? Они говорят, что в дальнейшем то, что мы сейчас называем как ИНР, это не что иное, как начертание антихриста в будущем. То есть оно еще не трансформировалось. Налоговый кодекс, который сейчас принимается, он убирает одно из различий. До этого у нас оно было, а сейчас его уже не будет. Это всеобщность. Значит, что написано в кодексе? Ну, в кодексе написана интересная вещь. Там написано, что человек, зубовязанный, свернутося до органа податковой службы с заявою по присвоению ему идентификационного кода. Вот этого номера как раз. Именно в заяве. И сказано, за койю заяву? Про присвоение ему кода. То есть, назовем, не будем говорить код, это неправильно. Идентификатор личности. Так будет правильно. Речь идет о идентификаторе личности. Чтобы присвоен был вот этот идентификатор личности. Ну, например, идентификатор в виде серии номеров. Я в этом вижу нарушение Конституции. Объясню, почему. Ну, да, это и хорошо, если там написано. Поскольку я смотрел раздел администрирования, да, он называется, налогового кодекса. И там речь была о том, что всем присваивается. А у кого нет, тот зубовязанный, свернутося с заявкой. Я так понял, что это будет автоматическое действие. Нет, 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 нет. Это мы, когда будем в духовную сторону, расширяем, расширяем, это не может быть. В сатане все должны поклониться добровольно. Понимаете? Поэтому факт добровольности. Коды нам присваивают не первый раз. У каждого военного был код, когда он шел на службу. Не было никаких проблем. На работе есть табельный номер. Проблем нет никаких. В соцстрахе есть своя регистрация, и там у каждой больше, чем уверен, там есть список. И у каждого против фамилии номерок стоит. Проблем никаких нет. Мне даже никто никогда не спрашивал. Просто сказали, или куда ты записываешься, да, тебе там спрашивают, ты какой по очереди там будешь. Вчера собирали подписи на канонизацию матушки Алипии. Так я подписался в списке под номером 3758. И у меня это, как бы, ну, вообще проблем никаких. Просто вот в списке, которые люди подписались. Я 3000, вот я обратился под такой по счету. Поэтому здесь совсем другая ситуация. Во-первых, здесь обязательно наличие заявлений. Если бы закон написал так, что все обязаны зарегистрироваться в установленном законном порядке, я бы не говорил, что здесь нарушение Конституции. Я вижу нарушение Конституции в том, что меня заставляют подать заявление. А заявление, это есть не что иное, як ми воле, выяв. А где же свобода воли и изъявлений? Почему меня заставляют воле изъявлять в определенном порядке? Тут скорее знаете, о чем будет речь. Во-первых, на сегодняшний день суды же уже многократно рассматривали вопрос о кодах. И право жить без кода, оно признавалось за гражданами. То есть оно существовало. Конституция у нас гарантирует, что права и свободы гражданина, они не могут быть сужены. То есть нельзя уменьшать права, которые существуют у гражданина на момент какой-то определенный. То есть в последующем нельзя их в него отнимать. В данном случае, конечно, налоговый кодекс в части, который он обязывает людей, которые не имели кода, их принимать какими-то нормативными актами, он, конечно, конституция не соответствует. То есть гражданин, ну и естественно, он не соответствует конституции тем людям в отношении тех людей, которые эти коды имеют, но хотели бы от них отказаться в дальнейшем, поскольку право отказа существовало. Аннулируется. В налоговом кодексе аннулируется. Да, есть уменьшение прав, это действительно, это прямо противоречит конституции. В общем-то, это очевидная вещь, и она должна исправляться каким-то способом, или путем коррекции налогового кодекса, что возможно, в принципе, путем внесения в него изменений, либо путем решений конституционного суда, например, ну или в судебном порядке. То есть вот есть три основных механизма, которые могут это коллективно. Но нарушение, конечно, оно есть, бесспорно, потому что гражданин имеет право отказа от этих вещей. Кроме того, конечно, есть момент права на сбор информации личности, хотя сейчас законодательство, но все время ослабевает это регулирование, но в принципе на сегодняшний закон об информации, он предусматривает, что любой сбор информации о личности, он должен быть, производиться с согласием этой личности, либо установленным законом порядке, путем вот регистрации базы данных и только для каких-то специальных целей. То есть информация на сегодняшний день, она ограничена в сборе. Понятно, что налоговый кодекс хочет законом предусмотреть возможность сбора полноценного, это информация, всесторонние и так далее, но это тоже сужает значительно права граждан на конфиденциальность личной жизни, на невмешательство в личную семейную жизнь, например, вообще на тайную информация о жизни гражданина. Эти права тоже существуют и в этом плане, конечно, это значительное сужение прав. Это не конституционно. А что там за история с секретными данными российских граждан? Это тоже вызвало у кого-то удивление, у кого-то страх или даже неприятие этого. Но на Западе это сделано, мы в какой-то степени запаздываем. А что это? По этим законам государство будет собирать персональные данные каждого гражданина России, это будет находиться в общем банке данных, хорошо защищено и будет использоваться только в борьбе с преступниками и террористами. А что за персональные данные? Вот все данные, вот весь рост, цвет глаз, какие там волосы, вес его, какими болезнями болел, вероисповедание. Ну, полный портрет человека. А как они это все про нас узнают? Вот товарищ жил в Нижнем Новгороде, там был в религиозной секте. Уехал, нет проблем. Приехал в Кострому, мы смотрим, началась деятельность этой же секты. Его не будут арестовывать, но посмотрят, это он делает, если секта вредная. То есть посмотреть, проследить движение. Оруэлл отдыхает. Это никто не будет знать. В этом смысле государство обеспечивает полную тайну всех персональных данных. А каким образом? Вот сейчас посмотрите, везде на всех этих вещевых рынках продают все данные. Кто платит налоги, кто пенсионер, у кого какие доходы, они уже мешают. А как вы по этому намерены обеспечить полную преступность? Ведь кого-то будет сейчас заниматься... А мы должны скрыть все, собрать все. А теперь вы предлагаете собрать дополнительную информацию... И спрятать ее. И закрыть навсегда. А как спрятать? Специально будет. В определенном месте. У нас в специальном определенном месте за 20 копеек достают. Поэтому, как вы себе представляете, прекрасно знаете, как работает сейчас нынешний бюрократический механизм, когда все элементарно покупается. Вы предлагаете собрать информацию, которая никого не касается? Мало этого, которая может предоставлять потенциальную угрозу для жизни людей. Никто этих данных не получит. Это мы просто уже говорим как дополнительные. В первую очередь биометрические данные. Все-таки какой человек? Вот погиб человек, как обнаружить чей-то труп? Вот было 20 лет, а то упали. Известно теористки. Они погибли. Откуда эти девушки? Ну, значит, это не преступники. Вот и надо определить. Мы посмотрим, это преступники или не преступники. Вы опять себе противоречите. Потому что вы только сказали, что это должно касаться только преступников сбора всех данных. Сейчас вы говорите об идентификации всех граждан. Да. Простой пример. Появилась банда в городе преступников. Где нам ее искать? Убийство. Угнали. Где искать? А когда каждому будет вживлен чип, каждому человеку, то мы знаем его данные. И на табло будет написано, как фамилия банк данных быстренько. Вот он находится. То есть данные от чипа пойдут по схеме и спецорганы будут знать, вот они сейчас подходят к универмагу, подходят к дискотеке, подходят... То есть попытка отловить пицца шуру закончится сумасшествием всех органов ФСБ. Дудаев. Пошел позвонить, и все. И быстренько данные пошли на пульт, вот это место. И ракета пошла именно в это место. Все. Можно ловить 10 лет. Но стоило ему только выехать и заговорить по телефону, информация вышла в пространство. То есть я правильно понимаю, что... То есть любой преступник должен спрятаться, молчать, не выходить никуда. Он спасет себя. Отделить законодательную инициативу от вольного полета фантазии. То есть законодательной инициативе пока нет вживления чипа в ушные раковины россиян. В Америке уже есть. Мы все под колпаком. Все. Но это в целях безопасности. Таким большим счастьем, как общение с вами, я должен поделиться с аудиторией. Да, пожалуйста. Владимир Вольфович, вы не считаете, что вот эта база данных, которая будет создана, она будет противоречить Конституции Российской Федерации? Не противоречит. Во всем мире это уже делается. И у них их Конституции, сверхлиберальные и сверхсвободные, действуют 100 и 200 лет. Потому что государство обязано обеспечить безопасность своих граждан. Это на первом месте. И все граждане об этом мечтают. Неконституционное Северное Командование теперь использует систему автомагисталей как матрицу проекционной силы для управления населением США. Через федерально связанные командные центры экстренных ситуаций окружная и муниципальная власть в теку и федерализировалась по всей стране. На каждый город были потрачены миллионы долларов для установки камер наблюдения. Каждый город, деревня, независимо от размеров или положения, теперь под наблюдением. Компьютерные программы для сканирования номерных знаков прослеживают любые передвижения американцев. Разворачиваются новые системы, сканирование лиц, чтение по губам, анализа походок. По пресловутому акту военных комиссий, американские граждане могут быть тайно арестованы, лишены гражданства, вывезены за пределы страны в лагеря пыток и тайно казнены. Под секцией 802 патриотического акта любой проступок может быть рассмотрен как терроризм. Федеральные полицейские команды, названные «змеиные бригады», в произвольном порядке вынуждают рядовых американцев выстраиваться в ряд и демонстрировать свои документы. На тротуарах Майами, метро Нью-Йорка, на улицах Хьюстона, Техаса граждане обыскиваются вооруженными до зубов бригадами военизированной полиции. Нью-Йорк, сентябрь 2006-го. Где машина? Идем, ребята, пошли. Эй-эй, а ну-ка перестаньте снимать нас, сэр. Еще задолго до 11 сентября Пентагон упорно нарушал федеральный закон, запрещающий военным контролировать американских граждан. Более двух десятилетий по всей стране из ниоткуда появлялись военные команды, наугад останавливая машины и обыскивая прохожих. Под бурные одобрения армия рыскала в сумках на футбольном суперкубке в 2006-м и на других событиях высокого уровня. В прошлом целостность правительства была поделена между законодательной, судебной и исполнительной ветвями правительства. Сегодня все эти полномочия в руках президента. По даже незначительным причинам, включая отраженный в документах текст, при любом инциденте, происходящем в мире, независимо от его местоположения, который затрагивает население, инфраструктуру, окружающую среду, экономику или правительственные функции, президент полномочен ввести всеобщее военное положение. Необходимо добавить, что президент сегодня является марионеткой мирового преступного синдиката и, даже не воспользовавшись своими новыми полномочиями, просто передает эту эстафету будущим марионеточным администрациям. Что еще предусматривает кодекс? Кодекс предусматривает еще следующие вещи. Во-первых, обязательность обращения за заяву именно по просвоению кодов. Хотя мы, как вы только что сказали, что это, конечно, не антиконституционно и противозаконно в отношении других законов, но этот закон, он уже, как бы сейчас на данный момент, практически он уже принят. Мы разговариваем, практически уже принятый закон. То есть, согласно этому закону, прямо, если я не обращаюсь в налоговую инспекцию с заявлением, то есть с момента введения его в действие, с 1.01.200 года, я вообще не смогу ни покупать, ни продавать. Потому что предъявление ИНН при любой сделке, купле и продаже становится уже обязательным. В любом магазине, я могу спросить, назовите ваш код, у меня нет кода, извините, вы свободны. Получение зарплаты пенсии, та же картина. То есть, вы приходите получать зарплату пенсии, у вас спрашивают, каков ваш код, вы говорите, извините, у меня штамп в паспорте, я отказался, мое право здесь, но это извините, все тратило силу, вы уже ничего не купите. Вот. Налоговая предусмотрела административную ответственность. Два администрафа, если вам прислали уведомление, потому что кодекс предусматривает следующий. У кого есть на данный момент коды, тому новый код, потому что это новый реестр уже формируется, прислали автоматически без согласия от его лица. Его согласия уже не нужна. Если же вы отказались от кода, и у вас его нет, по каким бы то ни было причинам, вы обязаны обратиться с письменным заявлением к налоговой инспекции по его присвоению. Вот вы не обращаетесь. Два администрафа, по которым хорошо, что дальше. А я опять не обращаюсь. Продуктовый запас я сделал, вот мне хватит на три месяца, я себе кушаю, у меня все нормально. Сижу, выключили свет, газ, сижу в холоде без света, кушаю что есть, и вот я как бы все равно не иду и не пишу извеления. Как вы думаете, что будет дальше? И что? Ну, я же нарушаю налоговый кодекс. Два раза меня предупреждали. Я же не пошел. По-моему, очень благоприятные условия для применения уголовной ответственности. Налоговый кодекс, это нарушение которого, в принципе, в перспективе караются уголовным. Я не говорю о том, что сейчас уже в уголовный кодекс введены статьи, изменения, которые позволяют. Но как покушение на податковый значин запросто. То есть я покушаюсь на неуплату податков. Потому что для чего коды применяются? Для того, чтобы учитывать налогоплательщиковые налоги. А если я не хочу, значит, что я? Я, соответственно, покушаюсь на что? На злочин. Значит, я потенциально не хочу. Тем более, субъективно старый назлочин, это уже доказано однозначно. Два администрафа. Два администрафа, по которым мы... А обратиться мне в суд, сказать, ну, как я буду обращаться в суд? То есть, что мне писать, кому, во-первых, обращаться в суд, к налоговой? С чем? Что закон мне не завязывает звернуться с заявой, а я не хочу звернуться с заявой? На что в суд обращаться? Или на сам законопроект? На сам законопроект это конституционный суд, я не субъектом этих отношений. Ну, вопрос, скорее, будет в том, что даже обратиться-то можно, скажем, как-то правильно, да? Но вопрос в том, что если это будет принят такой налоговой кодекс, скорее всего, что суды все равно будут принимать решения в пользу государства, так как это, в общем-то, было прямо прописано в кодекс. То есть, сначала шли иски, которые действительно удовлетворялись массово, а потом пошли разные варианты, там, непринятие заявлений или принятие заявлений, принятие положительного решения частичного, да, имеют право жить без хода, но информацию из реестра, например, не исключали, потому что многие люди требовали, чтобы была исключена информация из-за собой этого реестра. То есть, поэтому, конечно, если государство пойдет по этому пути, то, на мой взгляд, люди смогут сопротивляться этому только путем каких-то организованных массовых обращений, акций, для того, чтобы государство изменило решение и пошло навстречу. Если этого не будет сделано, ну, видите, вот этот налоговый кодекс и также там другие там разные, значит, части законодательства, там ювенальные, то же самое, это все часть некой более жесткой и тоталитарной системы управления народом. Это новое полицейское государство, которое уже здесь будет игнорировать право массово. То есть, здесь уже не будет речь о том, как защититься юридическими механизмами, если пришло два штрафа. Да ну, как бы ни защищали, все равно будет заставлять государство это делать. Если нет, ну, примут автоматическое какое-то действие. Ну, дело в том, что здесь еще в виде дополнить логику ваших рассуждений. В суд человек не сможет обраститься по одной простой причине. Для обращения в суд надо сплатить даже держметом для информационной послугой, иначе вашу риску никто не примет. А без ИНР, без кода, ни один платеж по новому кодексу вы продать не сможете. Вот, да, то есть... Чисто технически вы просто не обратитесь. Ну, как вы обратитесь? Тоже, да, то есть это уже будет речь идти о том, что вот сейчас, если какие-то действия еще, ну, так потенциально можно совершить, да, можно попробовать этот налоговый кодекс изменить. Можно попробовать, там, ну, так уже теоретически, конституционный суд, там, какие-то референдумы, какие-то акции протеста, какие-то обращения, привлечения, так сказать, в здравом смыслу наших государственных мужей и деятелей. Но если это не будет эффективно, мы увидим, что ничего это, так сказать, не возымеет действий, ну, понятно, что мы будем иметь систему тотального полицейского контроля, она будет развиваться именно в этом направлении. Вот, это логично. Ничего тут именно такими судебно-юридическими методами уже не сделано. Все. Это будет оно так. Валерий Павлович, очень часто приходится слышать такой аргумент. Я законопослушный гражданин, что мне бояться? Пусть будет создана такая база данных. Я ничего не боюсь, я не краду, я не убиваю, я не совершаю никаких правонарушений. А вы, тем не менее, утверждаете, что опасность существует. Какая опасность для человека в создании вот этого электронного контроля над людьми? Ну, вот как я говорю, зачем тратить миллиарды долларов, чтобы за кем-то подглядывать в замочную скважину? Опубликован целый ряд замечательных статей главного аналитика Совета Федерации Давыдова. В частности, статья о становлении сетевого общества на планете Земля, где конкретно показано, что главной целью создания этой системы, всемирной системы, является не контроль над человеком, а управление им по заданному алгоритму. Фактически, это система абсолютной власти над людьми. Дело в том, что каждому человеку по выводам, которые сделает автоматически действующая система, будет устанавливаться социальный статус. Он будет иметь право только вот на то и на это. Пройти он сможет только туда, а уже в другое место он пройти не сможет. А кто будет устанавливать этот статус? Программа. Вот то-то и оно, что все говорят, ну неужели кто-то сядет с карандашом в руках, Иванов сюда, Петров сюда. Да, ничего подобного. Все уже разработано, и программное обеспечение совершенно прекрасно действует. Вот, допустим, в Санкт-Петербургском метрополитене элементарный пример я уже приводил как-то, когда, скажем, пенсионеры, по их социальному статусу, пользуясь своими социальными картами, со своими идентификационными социальными номерами, могут проходить только через второй или третий турникет. И вот таким образом создается вот это вот самое досье. И человек становится... Пока еще все-таки... Уже? Уже, уже все новые законы ведут к этому. Законы персональных данных, закон об информации персонального характера и так далее. В разных странах они по-разному называются, но смысл один. И создается всемирная вот эта вот кибернетическая система. Причем самое страшное в этом, что человек никак не защищен не только от хозяев этой системы, но и от всяческих криминальных элементов. Понимаете? И, естественно, там в этом обществе будут и свои моральные основы, своя нравственность. Скажем, как справедливо отметил в свое время ныне председатель отдела, синодального отдела по взаимодействию церкви и общества, протерий Всеволод Чаплин, скажем, человеку дадут подписаться под сводом действующих правил, где будет сказано, я буду обязательно принимать наркотики, я буду приветствовать однополые браки, я буду говорить, что все религии одинаково хороши. И если человек не распушится, его лишат доступа к материальным благам и услугам. Да, к горшку с течевичной поклебкой. Понимаете, в чем дело? Вот ведь как? Вот этот самый идентификационный номер, казалось бы, вот сейчас говорят, ну что там такого страшного? А вот человек, принимая этот номер, используя его для получения материальных благ и услуг, соглашается приравнять себя к товару. Вот как сейчас уже давно мы говорим, для управляющей кибернетической системы нет разницы между пачкой маргарина и человеческой личностью. Так как мы с вами пришли до согласия, давайте перейдем еще к последней разделу, это духовная часть, давайте запишем снова строки. Ну, с одной стороны, экспертиза Санкт-Петербурга отвечает четко и однозначно, и бесповоротно, тем более, что это доказательство в судебном процессе, это доказательство использовано судом, дана оценка, как действительно доказательство, которое имеет юридическую силу. На основании было принято положительное решение. Оно однозначно доказывает следующие постулаты, которые есть. Во-первых, код неотделен от числа 666 однозначно. Мы читали все апокалипсисы, знаем, что написано, что наступит время, когда и малыми, и великими, богатыми, и нищим будет нанесено начертание на правую руку или на чело, и что никто не сможет ни покупать, ни продавать, кроме тех, кто имеет либо имя зверя, либо начертание зверя, либо число имени его. Число имени его 666, число человеческое. То есть содержание 666 в ИНН доказано экспертом. Там сказано так в апокалипсисе, «Имеющий ум да сочти число его человеческое 666». «Имеющий ум» в переводе с древнего в контексте текста имеется «имеющий умение». То есть это будет сокрыто от обыкновенного взора, только имеющий особое умение сможет счесть это число. И Господь дает прямое указание «имеющий ум да сочти». Это эксперт. Четкое указание на эксперта в нашем понимании, который исчел. То есть эксперты свою работу сделали. Они написали, да, число 66 однозначно неотделимо, не сомневайтесь. Давайте перейдем к следующему тексту апокалипсиса. Там сказано «или имя зверя, или начертание имени его, или, или». То есть эти два понятия разделены. Духовно они одно. Но «или» указывает на то, что они могут иметь внешнюю разное воплощение. Если начертание, нанесенное на правую руку, или начало понятно, это штрих-код, либо микрочип, который генерирует тот же самый штрих-код, по его средствам происходит считывание информации, то само имя зверя, что сие есть. Имя зверя, есть «имя зверем даваемое». Имя от зверя. Это не есть собственное имя зверя, как бы этот зверь назывался, а имя зверем даваемое. В одной из книг «Толкование на апокалипсис», которую я купил в Почаеве, я читал очень интересный подход к этому вопросу, я с ним полностью согласен. Он выдерживает полную критику, такое толкование, что зверь при семи головах и десяти рогах, который вышел из моря, которым все считали, что это антихрист, он не столько антихрист, сколько система глобализации. То есть зверь как раз... Будет проведена чипизация людей. Буквально чип будет шевелаться под кожу. Немного о чипах. Чип, который вставляется в наши паспорта и который будет в дальнейшем вживляться под кожу, он не является активным элементом. Это пассивный элемент. То есть для того, чтобы он заработал, дал какой-то отклик, его нужно получить внешним сигналом. И в зависимости от того, какой этот сигнал мы дадим на этот чип, такой будет и отклик. Если мы дадим один сигнал, то мы получим координаты этого человека, его паспортные данные, радужку глаза, отпечатки пальца, то есть биометрические данные. И тогда мы можем четко определить, что он, где он находится, скажем, с использованием спутниковых систем. Если мы дадим какой-то другой форме сигнал, то отрезонировавший этот чип может вызвать определенное психологическое состояние человека. Я думаю, что не является тайной для людей существование так называемых психотронных видов оружия. Когда облучая человека определенным излучением, у человека начинает меняться психология настроения. Либо это беспричинная радость, либо наоборот угнетенность, угнетенное состояние. Либо его это побуждает обучение каким-то действиям. Эти вещи широко известны. Вот чип сможет адресно управлять, посредством чипа можно адресно управлять настроениями отдельных людей. И, наконец, третий вариант. Пославший определенный сигнал и действуя на человека этим сигналом через чип в течение длительного времени, может добиться гибели этого человека путем инициирования за счет этого облучения гибельных организма человекопроцессов. Это тоже является одним из элементов психотронного оружия. Поэтому использование чипов крайне опасное явление. И, по сути дела, чипование населения будет основным инструментом удержания мирового господства транснациональной элитой. Каждый человек должен понимать сегодня, что принимая тот или иной идентификационный номер или личный код, он делает первый шаг. Для вступления в общество киборгов. Потому что слитапы – это электронные карты с вживленными в них чипами. И зачем уже непосредственно имплантанты в человеческое тело? Полный переход на безналичные деньги, причем ваши деньги будут храниться у хозяев управляющей системы, которые, как я говорил уже, являются оккультистами. Еще в 2000 году, 7 сентября, независимая газета опубликовала интересную статью Александра Игнатова, директора информационно-аналитического агентства при президенте Российской Федерации, которая называлась «Стратегия глобального лидерства для России». И вот в этой статье на президентском уровне признавалось, что имеется мировое правительство, состоящее из оккультистов, соединенных этническим родством и пребыванием в ложах деструктивной направленности. То есть в парамасонских ложах. Понимаете, мне секрет действительно, кто делает эту систему. И еще, конечно же, важнейший вопрос, не только кто, а с какой целью. И всем известно, что эта оккультная структура очень ратует за то, чтобы уничтожить 5 шестых населения планеты Земля. Понимаете, дорогие братья и сестры, о чем идет разговор? Как я уже говорил, что с помощью микрочипа очень легко практически уничтожить человека. Одно нажатие кнопки, и у человека остановится сердце, или наступит коренной удар по мозговому кровообращению. Поэтому думайте, думайте и думайте. Если мы внимательно почитаем книги Священного Писания, мы увидим из этих книг, начиная от книги Судей, и оканчивая книгой Апокалипсия наоборот словом, что бебли, скорби, горе, которое посылается людям, печали, кровопролитие, все, что мы получаем, это не что иное, как наказание за грех. Народы Господь наказывает за грех. И как правило, не как правило, а всегда, после такового наказания, это как гроза, это как весенний дождь, который смывает все нечистое. Как очиститься? Как привести в порядок сознание людей? Штрихнуть. Помните, гром не грянет, может не перекреститься. Все то, что грядет, мы описывали, попытались описать, на какой стадии, на каком этапе мы сейчас находимся и куда мы идем в ближайшей перспективе. Но если немножко поднять голову выше и посмотреть, то после грозы, после очищения, после грома всегда происходит очищение. Скажем так, оптимист, знаете, чем отличается пессимист? Потому что оптимист говорит, что ночь с двух сторон ограничена днем. А пессимист говорит, нет, этот день с двух сторон ограничен ночью. Поэтому нам надо понять, что вот эта ночь сегодняшняя, она с двух сторон ограничена днем. Это день вчерашний, когда Россия процветала и жила в благочестии. И день завтрашний, когда Россия будет процветать и жить в благочестии. Вопрос, войдем ли мы во второй день, заживем ли мы до царя православного, Будем ли мы достойными, зависит от духовного состояния каждого конкретного человека. Сейчас самое наглядное испытание и искушение для нас. Это видимое, то, что мы можем увидеть, почувствовать, это имена, которые присваивает сатана на данный момент. Устоим ли мы? Потом надо бы намолить Бога, чтобы Господь послал укрепление, укрепил, дал силу устоять. Поэтому покаяние каждого конкретного человека, исправление его жизни, то, что он может исправить, это и самый верный путь, который нас приведет ко спасению. Он даст силы выставить в этой эпопе с кодами и приведет к нормальной жизни, которая будет после того, как народ покается во время грома. Мы описываем гром. Мы говорим сейчас, посмотрите, небо сгустилось, посмотрите, солнцовые тучи над нами, будет гром и гроза. Она пройдет. А что будет после грозы? После грозы что? Солнце. Всегда так, посмотрите, когда только проходит гроза, выходит солнце. Но народ должен покаяться. Ибо, знаете как, если народ овцы, ему дастся кроткий и смиренный паст. А если козлища, то нужен жазовый, железный, да, чтобы бить и загонять в стойло. Поэтому один кратчайший царь православный, другой антихрист. Один с жезлом железным и жесточайшим, и с когтями звериными антихрист, другой царь православный. Вот вам вся разница. Так что нота здесь самая оптимистическая. А брать белое покрывало и ползти на кладбище, это значит сегодня сдаться. Это значит сегодня сказать, я проиграл. Господь же не пришел на землю, чтобы мы умерли, а чтобы воскресли. Надо понимать, что это трудные времена. А трудные времена переживаются только упованием на Бога, силой Божьей и помощью Божьей. Вот это надо хорошо усвоить. Понять и поверить в это. Закон, который сейчас существует, это закон-то мирской. То есть это они уже не принимают отказ. Но никто не знает, если человек покаялся. Дело в том, что отказ это покаяние. Это покаяние человека действенное. Покаяние действие. В том, что его не принимает налоговая инспекция. Но мы же не знаем, принимает ли его Бог. А если его вообще не будет, этого покаяния, тогда мы точно можем сказать, что и Бог его не примет, потому что его просто не было. Надо отказываться. Все равно, несмотря на то, что славство отказывает, несмотря на то, что они пишут, что мы там не снимем вас, а если там не снимем, то все равно вы свое воле и заявление скажите, что я против. Вот я лично человек такой-то, я против вашего номерка, я отказываюсь от него. Вот вам ваш номерок, делайте с ним что-то хотите. Это не мое. То есть я не имею права утверждать за Бога, как рассудит Господь в этой ситуации. Но я думаю, что это будет лучше, чем если этот человек не сделает такого заявления. Потому что если он не сделает этого заявления, тогда уж точно. Как бы его не было. То есть факта отказа не было. Но еще сложнее. Хотя опять же, и в этой ситуации судить очень тяжело, потому что Господь зрит сердца и обстоятельства каждого человека. Мы знаем, что Господь сердце видит. Мы это видим только наружность, он-то видит всего человека. Может те, кто отказались, в душе не отказались многие. Кто его знает? Поэтому тем людям, которые не отказались, лучше все-таки написать это заявление. И лучше все-таки изъявить свою волю на отказ этого явления. А делать выводы, кто отказался, кто не отказался, чей отказ Господь примет, а чей не примет, знаете, это уже решать за Бога. Это не наше дело. Господь же сказал, что ты сделай, что сможешь, чего не достает, и я добавлю. Вот так и давайте делать. То, что в наших силах мы будем делать, а чего мы не можем, будем убывать на Господа, чтобы Господь прибавил. Если мы посмотрим на сущность нашу человеческую, то в сущности мы себя осознаем, определяем, идентифицируем сами мы себя не как тело, не как материальная субстанция, а именно как нематериальная, как душа. Никто не скажет «я тело». Назовите мне человека, который скажет «я тело», но каждый из вас скажет «это мое тело, моя рука, моя нога» и так далее. Когда человек полностью идентифицирует себя, он себя не идентифицирует полностью с телом, это его части, это его болезни, которые они испытывают, в частях ему принадлежащих. Сам же он себя идентифицирует как раз именно с душой. То есть душа, такие свойства, как сознание, такие свойства, как разум, такие свойства, как память, чувства и так далее. Все это свойства души, это свойства человека. Он скажет «это мои свойства, это моя память». А как душу определить? Если тело мы можем потом по фотографии увидеть, то душа только по имени. Посмотрите Священное Писание. Там Господь говорит, что по имени, да, я обращаюсь к овцам, и овцы имени Гласа моего слушают. В Ветхом Завете, как сказано, что во время было сражение и погибло там 180 тысяч имен человеческих. Он не говорит «тел человеческий», хотя погибли-то тела, но Господь именно указывает «имен человеческих погибло», потому что человек как раз идентифицируется с именем. Вот. Имя, оно и есть отличительный идентификатор самой души. Тело это идет в землю, оно придет в свое время, и все мы тело отдадим, освободимся от тела, и душа останет. И что тогда? Что останется? Как тогда назвать человека? Ну как? Как его определить? Вот эту нематериальную субстанцию, скажем так. Это душа, и определяется она только исключительно именем. Именно поэтому Господь дает имена с самого начала сотворения человека всей воодушевленной твари. Вот получил ее Адам, получила Ева, получила вся тварь, которая была создана имена. Дальше, сколько люди не жили, все они получают свои имена. Поэтому вопрос имени – это очень важный вопрос. Это вопрос самосущности человека, нашего естества, нашего понятия и определения. За достойное ношение этого имени мы получим либо награду, либо наказание. На имя Святейшего Патриарха Московского и Всеверуси Кирилла в различные церковные учреждения поступает немало писем, в которых люди высказывают озабоченность разного рода проблемами. В свое время государственная власть, в том числе на уровне законодательных актов и обещаний, ясно давала понять, что все формы электронной идентификации личности будут добровольными, и те люди, которые не будут испытывать желание получать электронные документы или допускать, чтобы за ними постоянно ввелся электронный контроль, будут свободны от обязательств, которые связаны с этим контролем и с этими документами. Массовые обращения верующих, конечно же, не останутся без ответа. Будут продолжены консультации с органами государственной власти, включая самые высшие органы. Эти консультации будут направлены на то, чтобы принцип добровольности принятия электронных документов и добровольности участия в любых программах, связанных с электронной идентификацией граждан, который наблюдался бы неукоснительно. Если этого не произойдет, остается надеяться на судебные процедуры, и высококвалифицированные юристы утверждают, что в нашем праве, в том числе в нашей Конституции, есть достаточно оснований считать недопустимым обязательное присвоение человеку тех или иных электронных средств идентификации или тех или иных механизмов, технологий, которые могут обеспечить электронную слежку за ним. Нацбанк может отримать нового главу уже завтра. Это Сергей Арбузов, первый заступник головы НБУ, уродженец Донецка. Депутат Володимир Арьев здивований. Головный банкер страны не имеет идентификационного кода. Регионали объясняют через религийное поконение. Дехто зверьян вважает код знаком антихриста. И Арбузов право жить без того знака выборов в суде. Кротко, есть ли вопросы? Такой вот вопрос. Я был знаком с аудиозаписью, с Херхием Андреем Засима, такой сокур. Да, да, да. И вот по поводу идентификационных кодов, он, выступая в храме, как раз сказал, что эти коды не являются печатью. И высказался, ну, как бы, против мнений некоторых духовники, которые, как бы, достаточно четко своим прихожанам говорили о том, что это недопустимо для христианина и так далее. И при этом, вот, отец Засима говорил о том, что, ну, во-первых, было решение церковных органов, да, Синод высказался по этому поводу и дал свою оценку конкретно тем кодам, как только они появлялись. В 98-м году есть заключение Синода? Да. Во-вторых, он говорил о том, что, ну, если эти номера считать, и вы говорите людям о том, что это определенные, так сказать, печати и так далее, то вы объясните им, как им... Это имя зверя, не печать еще, это имя зверя пока. Ну, или, то есть я хочу сказать о чем? О том, что, значит, духовная оценка вот подобных вещей, она должна быть весьма аккуратна. Вот у нас государство очень инертное. Пока оно раскрутится даже на такие вещи, его можно будет еще много раз остановить. И это может получиться. Привлечь к ответственности два раза, может, это и можно, но будут сопротивляться как бы все, и я думаю, что это будет не настолько просто. Вот тем более, если кого-то сейчас перемещать куда-то там, какие-то гонения устраивать именно явные физические. Вы знаете, даже европейская система, она против этих вещей возражает. То есть я думаю, что это будет несколько иначе. Не будет здесь никаких физических гонений, здесь будут какие-то такие достаточно тонкие вещи, которые в итоге будут этими самыми гонениями, но вряд ли это будут какие-то такие методы тюрем, переводов, пересылок и так далее. На последнем этапе, когда уже все будет законтролировано, когда эти регистраторы введут, когда они зайдут, ну, например, через ту же антитеррористическую пропаганду, когда будут под угрозой терроризма или каких-то военных действий людей ставить, так сказать, чипы эти или штрих-коды наносить на руки и на голову, для того, чтобы уже, да, они проходить могли по магазину, их могли считывать автоматом, и деньги, которые идут уже в безналичной системе, они бы снимали с их счетов. Вот на этом этапе, конечно, те, кто не примут, они реально выпадут из системы и будут, так сказать, какими-то изгоями, которые действительно не смогут существовать в этих вещах. Это к этому идет. Хорошо. Как же тогда быть с тем, что сейчас человек, отказавшийся от этого идентификатора, разве он не будет изгоем? Есть какая-то периодика введения этих вещей, потому что для того, чтобы выбить полностью человека из торгового оборота... По закону, в любой торговой точке, вам могут законно отказывать в покупке. Я не говорю, что вам в первый же день откажут. Но, по моим данным, три месяца им хватит за глаза для того, чтобы это сделать. Ну, а технически как это будет? А вы не заметили, сколько есть сканеров для считывания дебетовых карточек, скидочек? Они же все пригодны полностью. Есть, конечно. Они все полностью пригодны для считывания ИНН. Полностью адаптированы, 100%. Ну, это были какие-то насносители технически розданные. По карточке, пластиковая СНН, они все предусмотрены кодексом, уже он есть, пожалуйста. Выдача этих насилий? Конечно, конечно. Все уже есть, прописано. Технически там все готово, там вопросов нет. Вот, насчет старца Зосима, я бы хотел хорошо заделить этот вопрос. И насчет духовного окормления. Значит, разрешите ответить? Да, да, да. Значит, я знаком с духовными чадами отца Зосима. И этот вопрос, потому что многие говорили, что отец Зосима был сторонником кодов. В действительности, да, отец Зосима не говорил и им чадам, и у них и его чадам с кодами и без кодов. Как они мне объяснили позицию отца Зосимы? Они говорят, отец говорил, да, коды это не от Бога явно. Это не Божье дело. И это не кесарю кесареву, а Богу Божий. Это уже коды движения туда. Но на том этапе, на котором оно сейчас находится, это самый первый шаг. То есть с этого пути, на том этапе, еще можно свернуть. То есть если вы уже взяли, он им говорил, то уже пускай он у вас будет. Если вы еще не взяли, то не берите. Но когда будут дальше делаться шаги, уже не шагайте. У вас еще будет такая возможность, сказал отец Зосима. То есть чтобы дальше уже не шли. Никаких карточек пластиковых не брали, вот по этим кодам. Никаких заявлений больше не писали. Это была позиция отца Зосимы. Он прав в чем? Я не говорю, что это начертание антихриста. Я ни разу этого не сказал. Я сказал, что это содержит 4 признака из 5, как написано в экспертизе начертания. Нет еще нанесения на объект учет. Это не существует. Говоря о духовном окормлении, я не пытаюсь выступить духовным отцом нации. Я говорю о книге, которая написана для каждого человека. На страшном суде никто не скажет. Мой духовный наставник мне не рассказал, что это начертание, или это имя зверя, или это ведет ад, или еще что-то в этом духе. Господь дал книгу, которая называется Библия. Единственная книга в мире, которая писалась полторы тысячи лет. Она началась 3,5 тысячи лет назад и закончена 2 тысячи лет назад. Вот в это она обращена к каждому. Эта книга не обращена к священникам. Разве это написано в Библии, что я вот даю вам книгу пастыря, а вы пасите? Нет. То есть такого сказать ответа, что как пастыри скажут, я считаю, что эта позиция абсолютно неправильная. В тех рассуждениях, которые я провел, это просто анализ написанных текстов, которые есть. Исходя в том числе из того духовного опыта, который я получил от лиц духовной жизни. То есть о чем они говорили. То есть это мнение, просто я его как бы систематизировал и сформулировал в определенные постулаты. Даже если вы утверждаете, что возможно это еще не то, это еще не так страшно. Но вот если это не то и не так, тогда человек, принявший, отказавшийся от кода в ближайшее время, через 3 месяца, если я ошибаюсь, он не испытает никаких проблем. Я ошибаюсь, я не прав. Значит, человек, отказавшийся от кода, через 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 месяцев будет жить нормальной полноценной жизнью. Возможно, столкнется с некими административными трудностями, которые он преодолеет через изменения в законодательстве, новые механизмы или что-то в этом духе. Да, тогда я не прав, и это будет однозначно. Какой вред потерпит этот человек? Ну, административные трудности его ждут однозначно. А если я прав, тогда этого человека, как написано в 21 главе апокалипсиса, даже не я прав, 21 глава от Луки Евангелия писалась не мной, а апостолом и Луковой. Там сказано, но раньше возложат на вас руки и поведут за имя Мое. Вот об этом я и говорю, что уж очень это сильно напоминает, написано это. Уж очень напоминает. Настолько напоминает, что просто буква в бок. А законодатель почти уже подготовил базу, чтобы наложить руки. В отношении практики мировой, ну, то, что борьба с терроризмом и мировая демократия, ну, ты, думаю, прекрасно понимаешь, что и демократии, и нет, и терроризма нет. Но самый главный террорист в Соединенных Штатах Америки. Демократия – это самый основной терроризм, который существует в мире. Сама демократия – это и есть терроризм. Поэтому, если в одной стране где-то там начнут насиловать 100 тысяч человек, никто этого даже не заметит. Ну, война в Ираке, вам, примерный, явный пример. Там, кстати, оружие, массовое уничтожение так и не нашли. Штаты же не извинились, не сказали. Ребята, извините, ну, ошиблись, ну, перестарались, да. Они что, когда не нашли массовое уничтожение, они что, сказали? Тогда у вас демократии нет. То есть наше вторжение все равно законно. Оружия нет. Ну, и демократии. Нет демократии, значит, мы вторгаемся. То есть апелляция к мировому сообществу, которое напрочь осатанело, скажем так, напрочь осатанело. Ну, даже те новшества, которые предлагают гендер, ювенальные юстиции, ну, там, не мне вам рассказывают. Вы это знаете лучше меня. Апелляция к этим людям. Они врали, врут и будут врать. По телевизору будут показывать цветущие сады, по телевизору будут показывать цветную замужную жизнь. А в это время будут сотними умирать люди. И на это просто никто им будет обрешать внимание. Потому что средства массовой информации находятся в руках у тех людей. У тех людей, да, которые как раз и... Ну, вы понимаете, кто-то должен физически эти вещи у нас в стране выполнить. А это очень просто. Смотрите. Значит, кто будет, как я вижу выполнение этих вещей? Это будет делаться очень просто. Налоговую издает первое. Налоговый инспектор, первое действие в лицо, это налоговая на Украину. Она выдает ряд нормативных документов, приказов по СПДшникам. Во-первых, очень сильно прижали СПДшникам. То есть их поставили в ряд выживания. Очень, ну, я знаю, просто там немножко смотрел за этим процессом. Так получилось, что СПДшников зажали, крепко зажали. То есть достаточно пойти на попущение СПДшникам, немножко отпустить этот. Чтобы сделать СПДшников полностью лояльными. То есть зажали крепко, они начали все пищать, все недовольны. Они сейчас немножко их отпустят. Вот, мы скажем, знаете, вот мы пойдем вам на встречу, мы вас отпустим. А вы, пожалуйста, каждый поставьте считывающий сканер, который мы вам скажем, да, на трое месяц. И больше никаких торговых. А за это будет очень большой штраф. Вы согласны? Да, конечно, мы согласны. Вот вам все торговые точки уже работают с карточкой. Чтобы это сделать, месяц охватит за глаза. Легко. Следующее. В отношении силовых структур. Вот даже в 212-ю статью, это умысливаемые исплаты податки, даже, по-моему, вносить особые изменения и смысла-то нет. Достаточно просто изменить квалификацию, и у вас и новое понятие, как покушение назовучено. То есть нас пока и сам в случае. Ну, технологически, я с вами согласен. Технологически, это легко делать. А дальше, вот, осмотрите физически, это самое интересное. Это же наши люди. Конечно. Мы должны быть, вы знаете, когда революцию делали, все-таки ее делали распропагандированные уже группы, так сказать, которые шли в рамках какой-то идеологии. У них была там класса, ненависть, еще что-то. В данном случае, ну, я не представляю себе, чтобы можно было сотни тысяч людей, наши милиционеры, там, или наши ОМОНовцы, или наши военные, брали, хватали и тащили куда-то в тверну. Вы это представляете лучше меня. Я вам даже сейчас это покажу. Вы это настолько хорошо представляете, что даже я этого не представляю. Вы мне только что рассказали, как отца Дмитрия, ударив ботинком в грудь, да, отобрали у него младенца. Наши, заметьте, наши ОМОНовцы, наши милиционеры, никто не посмотрел ни на возраст ребенка, ни на священный сам, ни на просто нормального парня, который вчера, возможно, тоже служил в войсках. Я все-таки думаю, что у нас это массово не процветает. Поймите, что они выдадут первый штраф, второй штраф, а дальше у государства такая дилемма. Вот смотрите, государство в какое положение оно оказывается. Вот два штрафа человек не заплатил. Сейчас полтора миллиона отказавшихся. Ну, допустим, половина из них согласится. Не половина, давайте так, из десяти человек девять согласятся. Останется 150 тысяч человек по Украине. 150 тысяч человек остается. Упорно не берут. Что делает государство? Государство, логика поведения государства. Первое. Оно издает нормативный акт, который этим людям позволяет все-таки хоть как-то жить. Второй вариант. Государство просто не замечает этого, что есть эти люди. То есть мы два штрафа выдали, да? Вы не пошли, но мы вас не видим, мы себе живете, и мы себе живем как хотим. Просто не замечает. И третий. Методом насилия все равно заставляет этих. Принимает все-таки этот код методом насилия. Давайте рассмотрим первый вариант. Наверное, это будет исторически. Вот назвали правильно вот эти три метода. Наверное, они будут сначала первым, а потом второй, а потом третьим. Нет, а давайте посмотрим вероятность происхождения событий. Вот смотрите, первый вариант. Вот они предлагают схему альтернативную. Что это получается? То есть государство что? Оно расписывается в своей что? Немощности. Слабость. Это государственная слабость. Тем более требование кодов, это требование, это не то, чтобы я бы согласился с первым вариантом, если бы это потребовало, там, фракция бьют, фракция партии регионов, это вообще-то потребовало Европейский Союз, поголовное стопроцентное. И они ждут же отчета. Ребята, а вы присвоили поголовное стопроцентное? А те должны гранды съели, гранды едут, это гранды посъедались, денег нет, надо отчитаться. Не получается первый вариант никак. Или первый вариант, это первый месяц работы закона. То есть они могут отрапортовать наверх, что пока еще нет, но мы в работе. Но через год сказать, что мы в работе, их хозяева не поймут. Второй вариант, оставить их как есть. А что получается? Смотрите, ходят люди, у которых нет средств существования. И эти люди, каждый говорит. Вы представляете, каждый из них имеет дар речи. И каждый может объяснять все то же самое. Рано или поздно, вы знаете, капля, камень, точит вода. То есть если эти люди будут постоянно говорить, они могут заставить окружающих людей начинать задумываться. То, что мы с вами сейчас знаем. Для чего? Чтобы попробовать людей заставить задуматься. Вот тоже шум. А это, представляете, 150 человек, которым по словам Евангелия, кстати, написано, что «И тогда будут даны вам уста, и будете говорить, и не смогут отвечать». Это написано в Священном Писании. 150 тысяч даже для одной такой страны столько ораторов. Это тоже многовато. То есть они могут как бы все-таки всколыхнуть общественность. Не подходим. Остается только третий. Их надо изолировать. Я не говорю посадить в тюрьмы, переломать им руки и ноги. Но их надо изолировать таким образом, чтобы мы могли отчитаться перед Западом. Ваша задача выполнена, а всех кто? Нет. Этот сам, мы их собрали там вместе, вот они там стоят стадом и ждут. Что прикажете делать, уважаемые господа? Во-вторых, они будут молчать. Ну, между собой там будут терки, да? Ну, между собой, ребят, вы и так все знаете. Вперед, тишите. Правда? Общество-то мы изолируем и заберем. То есть самый логичный, это третий вариант. Данные на всех есть, где налоговая инфекция, где источная информация, адрес и так далее. И поехали, поехали, поехали. То есть они очень быстро соберут. Остановить этот процесс кто сможет? Остановить этот процесс сможет что? Как всегда нарусилилось. Огром не грянет, да? Мужик что? Не перекрестится. То есть все от Бога. Господь попустил это за нечестие ваше. А что бы в законе моем ходили, сказал царь Прородови, да? В раз бы смирил врагов их. А что не хотят? Отпущу их по начинаниям сердец их. Вот Господь отпустил по начинаниям наших сердец. Мы дошли до форменного безумия. Наших детей у нас забирают. Мы молчим. Из наших детей делают педерастов. Вот это медицинский термин. Не гендером, ничем просто. Это педераст. Медицинский термин, не обижайтесь так же. Болезнь с болезнью. И мы молчим. Видите? Вы говорите, что... Ну я понимаю, как бы желание человека. То есть у каждого нормального человека, у каждого нормального человека есть желание жить и желание к тому, чтобы продолжалось нормальное мироустройство, нормальный порядок жизни, нормальное утечение. Нет психически здорового человека не существует, который бы хотел, чтобы всё это трослось, лопалось, ломалось, чтобы каждый день были перемены. Всё это... Такого не существует. Это противоестественное состояние человеческой души. Человеческая душа стремится к спокойствию. Я вас полностью в этом просто понимаю. Но смотреть сейчас на объективные стороны нашей жизни, они не таковы. Вы это прекрасно понимаете, что что-то не так. Вопрос в том, что не так и насколько не так. Вот в этом был вопрос. Вопрос в том, что делать. Я для себя решил следующим образом. Я воцерковился в своё время. Много чем я занимался, многих людей я знаю. У меня ещё был бизнес, у меня ещё всё было. Я решил так. Когда я прочитал первый проект налогового кодекса, будучи экспертом, особенно в сфере налогового блажения, я как раз эксперт в сфере налогового блажения, НДС, налог на прибыль, это всё как бы моя родная тема. Я обнаружил для себя потрясающую одну вещь. Знаете, что меня убило на право? После чего я быстро пошёл и подал из суд, потому что я засунул их новых юридических ошибок. Субъект предпринимательской деятельности. Короче, мне ну никак не надо лишать кода. Я через суд всё-таки выиграл все суды, и мне таки лишили этого кода. Сыграла ключевую роль такой момент. Я читаю в проекте нового кодекса следующие слова. Тем, у кого есть индивидуальный налоговый номер сейчас ИНН, в новом реестре код присваивается тут же и автоматически. То есть без их взвода. Тем, у кого нет, они обязаны извернуться к заяву про присвоение им кода. То есть вот этот момент больше комментировать не надо. То есть другими словами, что сказал враг рога человеческого? То, что у вас у всех есть номерки, то это понятно. Но все вы делились, ребят, на две категории. Одни поклонились добровольно методом лести и обмана, но всё равно вы дали своё согласие. Отец лжи, мы знаем, что он, кстати, отец лжи. Поэтому то, что он людей обманывает ложью, ну, это логично, собственно говоря, так он и на то есть отец лжи, чтобы обманывать. А вот другим людям сказано, что они всё-таки обязаны обратиться с этим заявлением. То есть если вы не прельстились, то есть если ему не удалось нас обмануть, тогда будем действовать уже методом администрирования. А дети что? А что с детьми автоматически? Смотри, мы живём в стране парадокса. Объясняю почему. Пойдите в магазин, найдите продукт, который не содержит вредных веществ. Любой. Ну, да. Правда? Да. Пойдите в любое медицинское учреждение, найдите мне врача, который не зарабатывает на продаже лекарств. Правда тоже нет, правда? То есть медицина. И смотрите, в этих обстоятельствах, когда нас травят. Я про одежду тоже молчу, я занимался. То есть одежда, она вся во многом, которая завозится, она никаким нормам вообще в принципе не соответствует гигиеническим. То есть, ну, вот, просто носить нельзя. Многие вещи из Китая просто вообще носить нельзя. Потому что от этого будут болезни кожи. И вот это государство вдруг ни с того ни с сего 5 тысяч принароджений первой и дитиной, 10 тысяч принароджений другой и дитиной, 15 тысяч в случае, там, я в цифрах могу сказать. А, пропаганда абортов, секса и развратов. Государство одними устами. А Господь сказал, что из одного джерела, да, из одного источника не может течь вода и горькая, и сладкая. Вот я вам навел примеры, когда течет горькая вода. Сколько этих примеров? Множество. Вы им не столько назовете, что я сам за голову возьмусь. А тут вдруг раз, представляете, спрашивается, что ж такое, что случилось. Все очень просто. Если вы хотите получить эти деньги, вы должны присвоить ребенку код. А по нормам духовной жизни, мы же знаем, что дети, они под властью родителей до совершеннолетия, они отданы родителям во власть. Родитель вправе распорядиться. То есть, кодекс новый предполагает уже все, что. А для чего? Деньги не будете получать. То есть, просто не будете получать денег. То есть, каждый родитель станет просто перед элементарным выбором. Хлеб или крест. Что выберут наши люди? Ну, некоторые наши православные заявляют так, что... Ну, что ж, меня убьют. Я же не отрекся от Христа. Ну, дело в том, что в 13 главе апокалипсиса говорится о людях, которые примут начертания или имя зверя, или число имени его. А далее говорится об их вечной участи в озере Серном и Огненном вместе со зверем и лжепророком. Никто в открытую никого не попросит отрекаться от Христа. Понимаете, дорогие братья и сестры? Конкретно принял систему, значит, ты уже поклонился антихристу. Ты признал его власть. Не нужно вам никаких отречений. Как некоторые говорили, к сожалению, священнослужители, вот вам когда скажут заявление написать, вот тогда-то мы уже и покажем себя. Никаких заявлений не будет. Священное Писание однозначно трактует этот момент. Также однозначно трактуют его практически все святые отцы Святой Православной Восточной Церкви. То есть получается, что принятие нового имени – это и есть антикрещение в новую веру. Однозначно. Таким образом предсечи антихриста создают антицерковь. И об этом замечательно говорят такие известные святые, как Иоанн Златоуст, как святитель Игнатий, как из последних – святитель Аверки Таушев. Ведь суть заключается не в том, чтобы отречься от Христа, а в том, чтобы поклониться антихристу. Ведь каждый грех отлучает нас от Христа. Ведь об этом тоже как-то все почему-то забывают. Вот человек пошел и ударился в блуд. Он уже, пока не покаяться, не может быть принят в лоно Святой Православной Церкви, пока он не понесет заслуженное за это наказание, эпитемью какую-то, понимаете? Вот ведь в чем дело. А здесь все кажется просто. Будет заявление об отказе или не будет заявление об отказе. Вы пишете заявление на присвоение вам идентификационного номера или личного кода. Вы уже в международную систему входите под этим цифровым кодом. Вы уже забыли свое христианское имя. Хотя оно будет употребляться, как вам говорят, и в отписках многих ведомств и министерств пишут, как же имя у вас никто не отнимает. Но на первом месте главным индивилизирующим признаком вашим становится вот этот вот номер, который будет являться и номером вашего файла-досье во всемирной компьютерной системе. Потому что имя это цифровое присваивается по международному стандарту. Уже сейчас эта система не просто пустила ростки, она уже очень сильно развивается. Кто-то говорит, ах, когда это еще будет все? Вот как сказал доктор физических наук Риешетов на этом телемосте, ну, за 2-3 года еще не сделают глобальную систему, а через 10 лет сделают. А что, через 10 лет не будут жить наши дети и внуки? О временах и сроках мы говорить не можем. И мы, может, еще будем здравствовать. Понимаете? И если будет угодно и живо будем, мы, получается, сами своими руками построим вот эту вот систему царства Антихриста, где каждый человек превратится в управляемый объект, будет считаться вещью, будет рабом этой системы. Да не будет этого, дорогие братья и сестры, к чему я вас от всей души и призываю. Из наставлений старца поэзия Святогорца. Наши годы похожи на бурлящий и свистящий котел. Необходима закалка отвага и мужества. Смотрите, как бы ни оказаться неподготовленными, если что-то случится. Готовьтесь уже сейчас, чтобы вы могли дать отпор трудностям. И Христос сказал, будете готовы, не так ли? Сегодня, живя в столь сложные годы, нам надо быть не просто готовыми, а трижды готовыми, чтобы не сказать больше. Подвиги совершают не те, кто ростом велик, а те, в ком есть отвага, широкое сердце и решимость пожертвовать собой. Пусть тот, кто сражается на войне за веру и Отечество, осенит себя крестом и не боится, ведь он имеет помощником Бога. Сам Бог будет судить, жить ему или умереть. Надо иметь доверие Богу, а не самому себе. В нашу эпоху отвага является редкостью. Люди замешаны на воде. Поэтому, если, Боже упаси, начнется война, одни умрут от страха, а у других опустятся руки, потому что они привыкли к хорошей жизни. Страх необходим тогда, когда он помогает человеку обратиться к Богу. Страх же от недостатка веры, недостатка доверия Богу, губителен. Для того, чтобы сдержать большое зло, надо иметь многую святость. Духовный человек и зло затормозит, и людям поможет. В духовной жизни самый большой трус может стяжать многое мужество, если вверить себя Христу, Его Божественной помощи. Он сможет пойти на передовую, сразиться с врагом и победить. Будем поэтому бояться одного лишь Бога, а не людей, какими бы злыми они ни были. Страх Божий любого труса сделает молодцом. Насколько человек соединяется с Богом, настолько он становится бесстрашным. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок